А вот это довольно-таки сильные новости, поскольку Grayscale заявляет, что XRP является альтернативой SWIFT для трансграничных платежей. И сегодня мы, конечно же, обсудим это, поговорим также о том, что в целом Ripple имеет шанс на доминирование в сфере трансграничных платежей, и на минутку эта сумма может составлять 300 триллионов долларов, а то и даже больше. Ну и поговорим за последнее время, сколько было переведено XRP и куда. Что касается, значит, рынка криптовалют, то очень примечательно то, что биткоин пробил отметку 38 тысяч долларов. Еще вчера и до этого я заявлял о том, что для биткоина и рынка криптовалют в целом сейчас есть такой сетап, что он может показать уже последний рост. И этот последний рост может вызвать фома, когда биткоин пройдет отметку 40 тысяч долларов, она же психологическая. И поэтому, в принципе, здесь мы видим, что по биткоину определенно мы будем идти дальше. И здесь, в принципе, есть сопротивление района 40 тысяч долларов, это психологическая отметка, и район там 42 тысячи долларов. Поэтому, в принципе, у биткоина есть шанс перед холдингом еще себя показать и только потом уже начать свой омвал. И, в частности, для этого нужно, чтобы и криптовалюты выросли, альткоины. То есть, альткоины, которые и так сейчас укатаны в пол и имеют все-таки от all time high падение 95%, они себя тоже покажут, как по мне. Если мы говорим про XRP, то по XRP картина такова, что, значит, по волнам эллиота, то есть мы должны с вами именно после коррекции уйти выше, выше отметки 74 цента. Важное сопротивление 73-74 цента, поэтому, в принципе, следите за ними. Что касается дальнейшей коррекции, может ли XRP упасть на район там 55 центов, как по мне, это уже особо не решит погоды. Купите вы его сейчас или купите по 55 центов вообще не имеет никакого смысла. Что единственное, это то, что XRP сейчас имеет такой сетап, что может закрыть эту неделю выше 62 центов. И это уже будет такая разворотная формация на рост в течение там нескольких недель. И этот рост, скорее всего, пробьет отметку 74 цента. Что касается, значит, капитализации всего рынка криптовалют, то ранее я тоже разбирал этот график. У нас здесь Golden Cross намечается, да, ну то есть вернее он уже как бы скоро произойдет. И, по сути, этот Golden Cross тоже ничего особо из себя не представляет. Он не влияет, потому что уже рост начался. Сейчас немного рост пробуксовывает, но если мы пробьем с вами капитализацию всего рынка криптовалют в размере там триллион и 430 миллиардов долларов, то мы с вами увидим еще рост рынка криптовалют. И, скорее всего, это будут преимущества Altcoin. Они преимущественно составят все-таки рост. И это будет свыше там триллион 650 миллиардов. И, по сути, весь рынок криптовалют неплохо так вырастет. То есть он вырастет на 200 ярдов, даже чуть больше. И, по сути, это, скажем так, даже хватит для того, чтобы накачать тот или иной Altcoin и здорово его помпануть. Поэтому, в принципе, тут тоже имейте в виду. Ну, а если мы и пройдем этот уровень сопротивления, то, в принципе, можем встретиться в районе 2 триллиона долларов. А на минутку это вот практически больше 50% будет пройдено до all-time high. И это довольно-таки очень тоже мощно. Если это произойдет, то в таком случае определенно нужно будет фиксировать позиции, если вы в них останетесь и дождетесь их, да, и ждать, в принципе, коррекцию. Что касается, значит, XRP, то, как ранее я заявил, то, что Grayscale заявляет, что XRP является альтернативной в SWIFT для трансграничных платежей. И если об этом говорит Grayscale, это довольно-таки круто. Что нужно отметить, что Grayscale раньше, она имела, значит, Trust XRP, GBTC Trust, значит, у нее ETF есть. Но стоит отметить, что, значит, Grayscale не реинтегрировала XRP в свою систему GDLC с момента прекращения поддержки в январе 2021 года из-за иска SEC против Ripple. А сейчас она о XRP говорит. Соответственно, здесь следующие триггеры, которые могут быть, это то, что здесь мы можем с вами увидеть рост XRP на фоне Grayscale, который добавит обратно, в принципе, вот этот Trust. Если это случится, это довольно-таки круто. Если мы говорим про Grayscale, что она вообще сейчас имеет, она имеет, значит, такие, значит, криптовалюты, как Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Monero, то есть у нее эти Trust есть, XRP пока нету. Но я думаю, что она его добавит. Что также нужно отметить, что Ripple стремится к доминированию в сфере трансграничных платежей на сумму 300 триллионов долларов. То есть представьте, какая будет цена капитализации Ripple XRP, когда он, в принципе, и компания Ripple, в принципе, возьмется за это, да, за трансграничные платежи, когда начнется этот тренд. Ну, я бы даже сказал, не тренд, а передел мира, да, когда, в принципе, будут решаться довольно-таки крутые и крупные, значит, сделки на триллионы долларов. То есть это, в принципе, может дать триггер к росту XRP в 100 или даже больше долларов. Что также нужно отметить, что за последнее время были довольно-таки крупные переводы. Значит, мы видим, что 25 миллионов XRP было переведено с неизвестного кошелька на Bitstamp и еще 25 миллионов XRP также с неизвестного кошелька было переведено на платформу Bitso. То есть это вот довольно-таки две крупные транзакции за последнее время. Что можно сказать, когда, значит, XRP переводится на биржи, это плохо, да, но, в принципе, сейчас рынок Ripple растет и он инерно сейчас это делает. То есть я не скажу, что именно вот эти XRP сейчас сдерживают рост, которые были переведены, да, то есть, по сути, можно колыхнуть цену на 2-3% максимум, да, но в целом эта цена может также быстро восстановиться. Поэтому я считаю, что не стоит переживать по поводу этого, да, и нужно понимать, что с той стороны определенно будет покупатель, если речь идет о продаже. И, соответственно, он купит XRP и переведет себе на холодный кошелек. Что также нужно отметить, что, значит, Ripple CEO, значит, раскрывает свое мнение о том, закончено ли дело SEC, но в целом, если мы будем говорить о том, каково его мнение, это то, что на самом деле SEC упустила из-за своей миссии по защите инвесторов. И, в принципе, компанию нужно либо реинформировать, либо просто убрать Гарри Генсера, то есть нужно что-то с ней делать. Что также нужно отметить, ну, вернее, не компанию, а регулирующий орган, будет правильнее сказать. Что нужно отметить, что так, а система цифровых актив нуждается в медиане обмена. XRP предлагает такой обмен, то есть он предлагает стейпл-коны, CBDC, криптовалюта. XRP выступает в качестве медианы обмена. Биткоин, считается, криптовалютой у него отсутствует медиана обмена, он не хранит никакой стоимости, не рассматривается как деньги и очень опасен для розничных спекуляций. Руководители центральных банков предоставляют вам всю информацию, необходимую для того, чтобы выжать в предстоящем путешествии, независимо от того, являетесь ли вы либералом или нет. Как говорится, это все психология. Ну, то есть, во сути, здесь что нужно понять, да, то, что биткоин, это как бы отчасти даже средство накопления, да, но если мы говорим про что-то новое, что действительно может изменить мир и вот стать той же самой медианой, то это Ripple XRP. Ну, и, соответственно, подводя итоги, что можно сказать, то что на самом деле сейчас мы видим, что решается судьба того, как мы дальше пойдем. Как по мне, я считаю, что у рынка еще есть запас роста, да, то есть мы можем еще вырасти на 200 миллиардов плюс, да, прибавить капитализацию всего рынка криптовалют. И при этом, при таких вливаниях мы будем видеть отдельные росты криптовалют, которые себя еще не показывали. И это будет рост перед абсолютным крахом, который будет похож на коронадамп в новом году, перед халвингом. И сейчас я бы об этом не говорил, да, почему? Потому что если бы сейчас началось падение, да, у нас бы было бы все по-другому. Но цикл из цикла все показывает, история показывает о том, что именно перед халвингом, в момент халвинга рынок криптовалют падает, и перед этим он показывает какой-то рост. Так вот, вот этот рост какой-то, он остался, и по сути нам его покажет. Ну, а кто успеет зафиксироваться, тот успеет, кто не успеет, или выберет инструменты, которые себя никак не покажут, тот, конечно, ну, вероятно, останется так с носом, да, и, скорее всего, будет ждать полноценный bullrun, который случится в начале 25-го года. Поэтому вот такие дела. Ну, а с вами был Криптовтей, всем очень приятно, и до новых встреч. Продолжение следует...